Контрактники-резервисты для Минобороны. В зале заседания администрации муниципалитета состоялось совещание, на котором разъяснялись изменения в формировании мобилизационного людского резерва для вооруженных сил. В соответствии с поручением президента Российской Федерации от 27 мая 2021 года, военный комиссариат проводит отбор кандидатов на пребывание в мобилизационном людском резерве и для заключения контракта с воинской частью. Резервистам предусмотрены ежемесячные денежные выплаты, гарантируется оплата за воинское звание и должность согласно времени нахождения на сборах, сохранение ежемесячной заработной платы по основному месту работы с компенсацией предприятию затрат, связанных с отрывом от производства. Заключение контракта предполагает участие в ежемесячных занятиях длительностью до трех дней в дальнейшем по программе боевой подготовки воинской части. Граждане, пребывающие в резерве, имеют право на бесплатное медицинское обеспечение в военно-медицинских организациях, на профессиональную подготовку в военных образовательных учреждениях в Министерство обороны без взимания с них платы за обучение, внеочередное преимущественное право приема детей в дошкольные и образовательные организации, льготы детям при поступлении в ВУЗы Министерства обороны, выдачу продовольственного пайка. Время пребывания на сборах засчитывается в срок военной службы. Мобилизационный людской резерв набираются граждане как солдаты-сержанты, так же набираются младший офицерский состав и набираются старший офицерский состав. Единственное, что существует ограничение по возрасту. Это младший солдат и сержанты до 42 лет, младший офицерский состав это до 47 лет, старший офицерский состав это до 52 лет. На совещании в администрации собрали сотрудников мобилизационных отделов предприятий, перед которыми была поставлена задача отобрать в военкомат кандидатов, готовых заключить контракт на пребывание в составе мобилизационного резерва. Руководители предприятия я хотел бы попросить о следующем, то есть провести какие-то агитационные беседы с гражданами, то есть с сотрудниками, которые работают на этих предприятиях, и сагитировать их, чтобы они заключили контракты для прохождения службы в мобилизационном людском резерве. Федор Жданов отметил, что всего в 2022 году военкоматам будут приняты по контракту в мобилизационный людской резерв 30 человек. Продолжение следует...